Друзья, всем привет! Я уже за творческим процессом. Завтра я еду в гости к подруге Хане. Сделать ей нужно сегодня обязательно часы. Вот такие две досточки. Это тоже мне нужно сделать на подарки. А сейчас буду делать часики. Друзья, вы меня спрашиваете, это я делаю из эпоксидной смолы. Всякие мастер-классы, куча их в интернете. Поэтому я не буду снимать, конечно. Я не профессионал, но я обучалась, проходила курсы. Друзья, ну опять одно да потому. Ну, последний раз, надеюсь, я это затрагиваю тему. Хотя, может, не последний раз. Но мне надо высказаться, короче. Да, мой муж действительно, он неплохой человек. Он добрый, хороший, нежадный. Жадничать нечего. Но он самый-самый ленивый человек в мире. Он может опоздать на 5, на 6 часов. Не на 5-6 минут, а на 5-6 часов. Когда он говорит, приду через 30 минут. Он приходит через 4 часа. Поэтому я не знаю, как с этой ленью его бороться. Например, был случай, он говорит мне, разбуди меня в 8.30. Мне срочно надо в 9 встретиться. Очень важная встреча. Я встала в 8 утра, приготовила кушать. Бужу его. И знаете, во сколько он выехал? Он выехал в 2 часа дня из дома. Я не знаю, как это, наверное, врожденно или что. Без понятия. Свои обязанности он пытается перевесить на меня. Элементарные обязанности по заботе о своем отце. Я не знаю, сейчас посыпется, возможно, на меня хейт какой-то. Но вы вправе считать так, как вы считаете. А я вправе считать так, как я считаю. И никто за это меня не может осудить. И мое мнение от этого не поменяется, если у вас оно другое. Я не обязана ухаживать за его отцом. Да, я могу помочь, наложить, покушать. Но почему-то мой муж воспринимает, точнее он, когда делает что-то для своего отца, как будто это он одолжение делает мне. И предъявляет мне, как будто... Я ему говорю, ты покормил отца? Он говорит, а ты что делал? Ты ничего не можешь покормить? Вот в таком духе мне еще больше не хочется делать, когда мне вот так вот говорят. Конечно, я делаю, кормлю, но перекладывать на меня свои обязанности не нужно. Никогда не буду делать, если мне в приказном тоне что-то говорят. И тем более я не обязана ухаживать за отцом. Я их знаю ровно, блин, три понедельника, так скажем. Видела 10 раз в жизни мама на его, которая два раза приезжала и два раза скандал устраивала. Ну, как бы, у меня нет желания общаться. Внуки, ну, блин, у них нет желания, видимо, с внуками общаться. Вот это вранье, внуки, внуки, скучаю, приезжают, ни одной минуточки не уделили внукам, ни разу. За все пять лет, которые я живу, ну, четыре года, вот старшему внуку ни разу не уделили внимания. Не говоря уже о подарках, которые привозит, например, бабушка, просроченный хлеб. Сколько раз она приезжала, столько раз привозила просроченный хлеб и йогурт. Мне каждый раз приходится следить, чтобы ребенку не дали. Поэтому я не считаю, что я должна заботиться об его родителях. Это его родители, они его растили. Если он считает нужным, заботится. Если не считает нужным, не заботится. Я считаю, что они должны пожинать то, что посеяли. Поэтому здесь я ничем не могу помочь. Но отцу требуется уход медицинский, поэтому он отправляется у нас в больницу. А по поводу усталости мужа. Ну, друзья, я тоже работала беременна. И ночью работала, и утром вставала, работала. Мне тоже хотелось поспать. Но я понимала, что мне надо работать. И это было не один-два раза. Это было каждый день. Я понимала, что мне нужно встать, поработать, помочь семье, помочь мужу. И я вставала и делала. А мой муж элементарно не хочет где-то дополнительно заработать сейчас денег. При всем, что у нас огромные долги. Поэтому я не знаю, как будет складываться наша жизнь. И что будет у нас. Время покажет. Я лень не готова поддерживать и терпеть. Я готова поддержать неудачи, провалы, падения. Но не лень. Поэтому, что будет, покажет жизнь. До 2022 года все встанет на свои места. Я думаю, вы сами будете этому свидетели. А я с детьми поехала в аквариум. Еще, если успеем, сходим в кафе с кошечками и встретимся с девочками, которые тоже живут в Корее. Ехать нам чуть больше часа, чуть больше 40 километров. На дорогах ужасные пробки. Там что-то спереди не видно, что. Авария, что ли. Надо перестраиваться. Короче, ехать долго. Наконец-то мы заехали на мойку. Где потеплело. И слава богу, начали работать мойки. Добрались, не прошло и полгода. Тут, оказывается, есть и аквапарк, и сноупарк. Но мы идем в аквариум. Течет вода, представляете, они работают. Вот, смотри, змея. Рыба-змея. Вот такие кальмары, друзья, которых вы едите. И мы едим. Подводный мир очень красивый. На Филиппинах я ныряла с дайвингом. Это очень нереально красиво. Хотя я не умею плавать, но нырять можно и не умея плавать. И я уже жду, не дождусь, когда будет возможность полететь снова и нырять. Какой-то. Мам, где сон? Ну, будут скоро. Вот, акула. Акула, сонно. Она маленькая. Она маленькая. Я такую же черепаху ловила на Филиппинах, но мне сказали, что она могла меня упустить, а я не знала. Я схватила ее за панцирь. Славься! Славься! Ув! Славься! Ирина, привет! Специально дорогие успехи Ирина, привет! Великой Трейдии Ирина, привет! Всем привет! Всем привет! Ирины, привет! Верно, привет! Вот корейская модель. В платье, в жилеточке и в рукавичках. Ну и в туфельках. На улице минусовая погода. А мы по-русскому одеваемся. Шапка. Правда, в кроссовках. Теперь добрались до райончика какого-то. И здесь где-то кафе с кошечками. Сейчас найдем. И сейчас придет Таня. Она гид в Корее. Но два года она уже не гидствует. После кошечек почистятся ролики. Пусти. Испугался камера. А мы с подарочком. А мы тоже. А мы тоже. Рыбки вам. Спасибо. Кушать давай. она этоhts он закрепляет давай он такой красивый он Вау, какой толстый котик, красивый, какой он здоровый. Ой, красавчик, красавчики. Вход стоит на одного человека 10 тысяч вон, корм 2 тысячи вон и игрушка 2 тысячи вон. Страшно? Мама, кис, мама. Много кошек здесь и народу сегодня много. Страшно, Юль. Страшно. А что убежала от мамы? Киса. Милый какой. Подрались такие. Красавчик. Драчун. Вот драчун. Ой, маму любит. Ну все, Хьюна превратилась тоже в кошку. Хьюна. Пошка. Хьюна. Кошка. Хьюна. Хьюна. А мы уже дома приготовила мужу кальвичим и сейчас сделаю салат, сниму рецепт. Завтра возьму его с собой в гости И буду спать Ой, хорошая игра, актер Ты хороший актер Ты бы лучше так же не ленился, как хорошо ешь Не ленился, не был бы ленивый, очень было бы хорошо Не ленился и не обманывал Брушка и ленивый, самый ленивый человек в мире ты Маскета Так, друзья, приготовим салат суши Первым слоем в форму, подготовленную, застеленную пищевой пленкой Выкладываем мелко нарезанную семку с икрой тобика Ровненько разравниваем И далее у нас идет рис Рис мы добавляем крошку норы или кима, как вы его называете, водоросли У меня уже готовая крошка И немножко добавляем уксуса, прям совсем капельку У меня яблочный уксус Выкладываем слой риса, утрамбовываем плотненько И далее еще слой семги Мелко нарезанную добавляем немножко майонеза Немножко соевого соуса Все это хорошенечко перемешиваем И выкладываем третьим слоем Тоже хорошо разравниваем И далее у нас идет слой с авокадо и огурцом Мелко нарезаем авокадо Огурчик нарезаем мелко Также И перемешиваем с творожным любым вашим любимым сыром Хорошенечко перемешиваем и выкладываем четвертым слоем Далее идет последний слой Также рис с водорослями Хорошенечко утрамбовываем этот слой Прямо чтобы и накрываем пищевой пленкой До завтрашнего дня Перед подачей нужно будет перевернуть Вот и весь рецептик Очень вкусный салат попробовать Если вам понравилось мое видео Ставьте лайки и подписки Всем спасибо, друзья Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»